Правильные формулировки прозвучали. Трамп заявил якобы, что Россия должна убраться из Геннесуэлы. Использовал такое слово. Мы уже комментировали. Наш министерство уже комментарий соответствующий делал. Мы реагировали на тот телефонный звонок, который мне сделал Майк Помпео с таким же примерно более вежливым призывом. Мы им объяснили, что делают там наши военнослужащие на абсолютно легитимной, законной основе, обеспечивая обслуживание той техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным Венесуэльским парламентом и являющимся абсолютно соответствующим Конституцией Венесуэлы. А такие вот обороты, убраться, это вообще приемлемо в дипломатической практике? Вы знаете, манеры я не обсуждаю. Сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике, в американских шагах, заявлениях. Это, наверное, уже на вкус каждого оставляю. И последний вопрос. Помпео заявляет о том, что должны быть какие-то новые действия по отношению России вместе с НАТО из-за Украины. Ну, если честно, он много чего заявляет. Когда мы с ним общаемся, порой это бывает по телефону, давно лично не виделись. Он достаточно корректно ведет разговор, хотя ясно, что мы практически по большинству тем не соглашаемся. Но постоянные угрозы. Вы знаете, если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам. В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов и в случае отказа принять ультиматум, санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии. Это печально. Спасибо.